Всем привет! А с вами Янки Булочка. И сегодня мы вам покажем, где мы жили. А вот такая вот улица. Пойдемте сюда. Так, очень зеленая, тихая улица. Мы будем по ней скучать. Вот такая вот улица. Здесь было где припарковаться. Да, всегда. То есть, ну не всегда, в 80-70% случаев можно было припарковаться. Ну что, пойдемте? Пойдемте. Вот тут такой вот dry-way. Он, правда, не наш. И нельзя было пользоваться. А это вот морковь. Вот такой вот длинный коридор. Это дверь к хозяевам. Это дверь к гаражу. А вот начинается, так сказать, наша студия. Вот. Вот здесь находится термостат. То есть, мы сами регулировали зимой температуру. Если нам было холодно, то мы увеличивали, чтобы было теплее. Вот. Эта штука не работает. Да, это непонятная шпионская вещь. И непонятно, как она работает. Вот тут такая маленькая кладовочка. Оно вместительное. Оно здесь кучу барахла лежало. Это мы оставили ковер, который был при переезде, и коробку от микроволновки. А у нас здесь куча-куча была барахла. Да, то есть, мы туда прятали эти чемоданы. Так вот. Ну что, пойдем туда. И вот, вот это все, это все студия. Вот. Да. Вот диван. Мы вывезли уже всю свою мебель. И многие писали, что вот снимают пустые квартиры. Вот осталась та мебель, которая здесь была изначально. Все то, что было, когда мы въехали. То есть, диван, который раскладывается. Наш диван, он, мы вот этот диван, диван мы поставили к окну, а наш диван сюда. Потому что этот, когда мы... Он раскладывается, но он раскладывается как книжка. То есть, не как кровать. Да, вот так. А мы хотели, чтобы голова была возле стенки. Вот. Поехали дальше. Вот здесь вот. Жемчужина этой студии. Да. Грандеробная. Сейчас свет включу. Вот. И она такая длинненькая, большая. Очень большая стеночка, да. Да. Полочки сверху, свет есть. Вот. То есть, много вещей. Раньше вот эта вот полочка, вот эта секция была моя. А потом мне ее отжали. Вот. Вот еще гардеробная. Сейчас я здесь тоже свет включу. Ох. Да. Это стенной шкаф с полками. Сюда удобно было коробки ставить с вещами. И очень-очень много сюда чего вмещалось. Да. Но мы забили все, и нам не хватало. Мы здесь жили четыре с половиной года, да? Да. Мы здесь жили четыре с половиной года, и вещей было немерено. Половину я бы выкинул. Так, поехали дальше. С другой стороны, это у нас ванна. Туалет и ванна. Вот такая. А вот и вы. Подписывайтесь, ставьте лайк и комментируйте. Тут как совмещенный санузел. Да, совмещенный санузел. Туалет и вот такая вот выложенная душевая кабина. Очень большая, удобнее, чем просто душевая кабина. Просто сделана такая ниша. Вот. В общем, и покажи этот мэдсинг кабинет, как они это называют. А, ну здесь за этим. Вот еще очень удобная такая штука в каждой американской ванной. Очень удобная. Да. Так. Пойдемте дальше. Сейчас мы вам покажем святую святынь. Легендарную кухню, да? А это наша легендарная кухня. Один из подписчиков говорил, это у вас фон, у вас там ничего не меняется. Потрогаем фон? Нет, еще есть, еще голограмма действует. В общем, вот. Да, все, мы вывезли, всю технику вывезли, которая у нас была. Оставили микроволновку. Она здесь была. У нас своя была, да. Здесь была также кофемашина. Да. Если ее можно назвать кофемашиной. Вот. А так, вот она кухня. То есть, видите, полочки для посуды. Вот. Там эта посуда. Эта посуда была, когда мы уехали, поэтому ее оставили. Газовая плита. Печка. Тут вот тоже. Внизу можно что-то хранить. Стол и окно. Самый большой недостаток этой квартиры, это то, что над окном очень длинная веранда вверху. Да, и свет нам не попадал. Да, прямые солнечные лучи сюда не попадали, то есть, ни цветы у нас не выживали, особо ничего. И про кондиционер. Здесь центральная система кондиционирования, то есть, вот она, шахта. Кондиционер у нас вот отсюда. То есть, зимой, летом, когда жарко, мы не могли контролировать, как контролировали отопление. И это... Мы просто могли шторки закрывать, чтобы он не дул, допустим. Да, так мы не могли его контролировать. Температуру выставлял Луэль Форн. Писали, что вот у вас в Америке кондиционеры 70-х годов. Ну, вот смотри, какая. Я не знаю, одна кнопка. Вот она. Мы в Москве поменяли за 6 лет 3 квартиры. И ни в одной вообще не было кондиционера. Никакого, ни 70-х. Мы просто, видимо, не могли его найти. Ни 50-х. Он был настолько технологически развитый, что... Да, нано-кондиционер. Да. Так, вот здесь, миша, холодильник. Кстати, очень удобный, очень классный. Спасибо вам, что начали. Мы чуть не забыли самое главное. Да, продукты. Лед мы чуть не забыли. И там кольмешки еще. Ледок, что-то кукуруза. Еще кольмешки есть. Вот. В общем, да. Спасибо, что запомнили. Огромная благодарность. А особенно Сережу из Владивостока. Не знаю, кто это. Ну, может быть, смотрит нас Сережа из Владивостока. Вирпул холодильник. Очень всем рекомендуем. Супер сам размораживается. И обратите внимание. Вот у нас был в Москве уже свой холодильник. Индезит, да? Да, и он примерно такой же. Он примерно такой же, но этот намного вместительный. То есть, туда глубже. Просто куча всего вмещается. Целая рука. То есть, если бы я разозлил Лену, она могла меня немножечко покоцать и... Туда. Вот. Он очень глубокий. Все американские холодильники, они глубокие. В отличие от наших. Ну, и европейских тоже. Может, конечно, и наши теперь уже стали глубокие делать. А это выход на бакьяр. То есть, на задний двор. Вот такой вот. Да. Вот как раз сам кондиционер. То есть, он включается здесь и работает... Для всего дома. Для всего дома. И вот здесь вот мы отметили не одно наше день рождения. Ну, и просто шашлыки снимали. Если не видели наши шашлыки, посмотрите их. Да, вот. Вот здесь я жарил шашлычки. Это, кстати, профессиональный мангал, который мы ни разу не пользовались. Да, потому что мы же не профессионалы. Мы же не профессионалы. Вот. И зарос у нас двор немножко сорняками, потому что тоже особо, да, не занимались. Ну, а так, тут растет мята. Мы могли мяту, так сказать, использовать. С грядки. С грядки, да. Прямо с грядки. Вот такой вот бакьяр здесь. Задний дворик. И вот как раз вот это вот, что закрывало нам солнечный свет. Поэтому, когда на улице солнце, мы особо не видели, как там на улице. Солнечное? Несолнечное? Это была неожиданность. Вы выходите на улицу. Опаньки, а там зима. В общем, вот такая вот студия. Сейчас я, может быть, как-нибудь сделаю круговую съемку, чтобы встанем сюда. Сами покажем. Я попробую посчитать своим шагомера. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть на, раз, два, три. Шесть на три. И плюс кухонька там тоже полтора на три. Вот такое вот у нас помещение все было. Изначально мы вообще ее сняли за один день, да? Да. Нам очень повезло без риэлтора. Мы сняли ее за один день. Да, и это не реклама, но мы сняли, нашли рекламу с съемных жилья на русской рекламе. Да. Вот. Так что, если там хорошо поискать, можно найти. И без риэлтора. Да, и без риэлтора. Сняли мы ее за 1200, да? Сняли мы ее за 1200, через год, через полтора, не, через два, он поднял нам на 50 долларов. А потом, когда мы купили стиралку, он поднял еще на 50 долларов, типа, мы слишком много будем тратить воды. Да. Вот так. И стиралка у нас стояла вот здесь. Да. Она маленькая такая, мини-пусенькая. В общем, 1300 сюда входил свет, газ. Да, свет, интернет, газ. То есть, мы ничего больше не платили. Вот 1300 отдавали, больше ничего не платили. Все было включено. All inclusive. Вот. Вот так мы и живем. Ну что, поехали смотреть нашу новую квартиру? А мы вам сейчас покажем нашу новую квартиру. Если ты сможешь дверь открыть. Угу. Оп. Так, закрываем. Хотя, что, закрывать, если у нас? И так. Заходите. Милости просим. И так. Что у нас тут? Сразу начинается кухня. И посмотрите. И посмотрите. Это чудо. Это чудо. Это посудомоечная машина. Ну, открой, открой. Хорошо. Ам, ты. Ого. Вот. Тут даже чашка есть. Вот. Посудомоечная, микроволновка. Раковина, шкафчики. Плита. Больше, чем у нас была в той, да? Да, больше. Этот холодильник. Там даже еды оставили. Да, даже еды оставили. Чуть-чуть. Вот. Пойдемте дальше. В общем, это вот такая вот сразу кухня. Только сразу дошли, сразу кухня небольшая. Ну, достаточно для двоих, мне кажется, вполне. Вот тут такой столик. Вот. Пойдемте дальше. Так, вот тут у нас ванная. Оп. Вот ванная. Такая. Hi. Hi. Ушивая, сидевая. А это мы. Ставьте лайки, подписывайтесь. Оставляйте комментарии. Подписывайтесь на инстаграм. Да, подписывайтесь на инстаграм. Что вы думаете? Покажем ванну. Мы сами. Ну, и тут единственное, что помыть надо, но... Что-то делали, да? Да, тут ремонт делали перед нашим приемом. Так. И вот он, living room. Короче, зал. Вот такой он большой. Вот стойте здесь. Я пойду покажу, какой он будет большой. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь. На. Вы меня слышите? Раз, два, три. Три и чуть-чуть. Ну, почти четыре. Там будет четыре. О, какой. В футбол можно играть. Вот. Итак. Что у нас здесь? Что у нас здесь? Вот тут у нас комнатка. Такая нормальная. Да, но единственный недостаток, что она без окна. Да, она без окна. Мы пока планируем здесь сделать гостевую и гардеробную. Да, мы планируем. Вот. И тут еще, смотрите, небольшой шкафчик. Зонтик есть. О. Пойдем дальше. Так. А это спальня. И спальня тут нету. Да, тут нет света, но у нас есть светильники свои. Тут нет света, да. А здесь гардеробная. Ну, вот не гардеробная, а просто стеночек. Такая большая гардеробная. Единственное, что здесь тоже нет света. Вот тимон. Ну, ну что, мы что-нибудь придумаем. Мы что-нибудь придумаем, да. Да, вот такая гардеробная. Вот такая спальня. А здесь тоже есть бэкьярд. Да, выход из бэкьярда на бэкьярд и спальня. Но здесь он гораздо больше, намного, прям, прям. Да, вот мы уже привезли наши цветочки и стойки. Да, только единственное, здесь он больше в асфальте и вот чисто краешек. Да, но тут и не растут сорняки, как у нас на бэкьярде постоянно прорастали сорняки. Да, вон, смотри, что это за... Маленькие, какие-то вещи все. Вот розы. Я сюда пересажу еще мою вот ту розочку кадров. Вон там, видите, стоит. Вот такой вот большой бакьяр, задний дворик, как вы видите. Да, мы сюда купим садовую мебель и здесь будет просто замечательно. Вот наше окно и оно открыто. Да, и тут терраса, кстати, она не такая длинная, как у нас была. Она чуть покороче. Вот она терраса. Она такая же, просто у нас была студия, она как раз вот закрывала студию. Допустим, это ту бедрум и вот эта часть заботы. А так, если сократить это до студии, то было точно так же. Давай расскажем немного по локации. Та у нас студия, она где находится? Это район Шипсхедбэй, рядом с Брайтон Бич. Этот сейчас тоже мы снимаем в районе Шипсхедбэй и тоже рядом с Брайтон Бич. Но как деревня. А нам от прошлой студии до метро идти было 20 минут. Да, 20 минут. Сейчас чуть дальше. Чуть дальше от метро. Рядом были от той студии все магазины, спортзал. Сейчас чуть дальше. Но отсюда ближе к развлекательным кафешкам. И к набережной, к пляжу ближе. До пляжа тут нам идти где-то полчаса. Да? Если до Манхэттен Бич идти полчаса. Сколько, если сесть здесь на Шипсхедбэй и ехать, скажем, до Манхэттена? До Манхэттена полчаса, да? До Манхэттена где-то, да, полчаса. Полчаса. Если до 34-й, то где-то, наверное, час, может, 50 минут. 45 минут, да, если повезет. То, что метро ходит нестабильно. И вы можете и за полчаса доехать, а можете и за час. Да, так, спасибо, что посмотрели это видео. Теперь вы знаете, где мы жили и где мы сейчас живем. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте, подписывайтесь на Инстаграм. И будьте с нами, друзья. Всем пока.